Да, давайте сегодня у нас эфирчик пройдет в таком разговорном формате. Вопрос-ответ, краткая презентация того, что мы можем делать, как это все устроено, ну и основные критерии взаимодействия с Китаем в текущих реалиях. То есть на сегодняшний день прям основная задача при взаимодействии с Китаем – это, конечно же, запускать производственный цикл для своей продукции на этапе повторной закупки. То есть чаще всего вы делаете изначально закупку первую, и следующая закупка, когда вы уже начинаете раскачивать свой продукт, говорит только об одном, чтобы вы выделялись среди других продавцов. Уникальным подходом в плане инструкции на русском, упаковочкам, возможно, с вашим брендом, и дополняете ее комплектации, какие-то можно плюшечки добавлять в зависимости от товара. То есть, например, если мы говорим про категорию 18+, то сейчас очень популярно то, что там какой-то элемент нижнего белья добавляют, чтобы… это стоит вообще незначительную сумму на предприятии, но сама фабрика до этого дошла, потому что она видит конверсию намного выше, исходя из того, что они предоставляют уникальный продукт, а другие просто до этого дойти не могут. Вот, и об этом и говорит еще опыт взаимодействия работы с Китаем, кто продает там на Амазон. То есть специфика доработки, докручивания своих позиций, она долговечна, нежели просто купить и продать. Вот, можно дальше, Мила? Что-что? Можно слайдик включить, да. Следующий, но мы уже познакомились, повторюсь еще раз. Зовут меня Денис Аксютин, основатель компании ChinaOK. Вот, взаимодействуем сейчас на текущий момент только с Китаем, потому что был опыт взаимодействия с Турцией, ряд поставок. Я скажу так, что просто в общественных медиа это звучит розово и пушисто-лампово, но на практике это совершенно другой уровень. То есть фабрики чаще всего путают позиции, качество, ладно, хорошее качество, но когда вам придет товар, с которым вам придется возиться, там, недели-две для того, чтобы его отгрузить на маркетплейсе, или еще что-то ждать, потому что они забыли это поставить, ну, такое себе. Поэтому поставки из Турции пока на паузе, и можно следующий слайд, Мила? Так. И приходим к тому, да, как быстро... Моя любовь. Что еще раз? Моя любовь, я обожаю китайцев. Да, и приходим к взаимодействию, получается, уже на первом этапе, какой вопрос появляется. Вот, первая идея, мысль о том, что я вот сейчас подгляжу там, что продается на Яндексе, в ВБ-зоне, такая себе утопия, поэтому я сразу призываю, я призываю, кстати, с первого эфира взаимодействовать с такой площадкой, как Alibaba, Alibaba Group, потому что я всегда удивлялся, почему вообще рекламируют 1.688, да, это же программа для коренных китайцев, которые там занимаются предпринимательством, закупают продукцию, перепродают ее. Но я всегда говорил, почему вы считаете, что вас не заблокируют? Сейчас это мы видим, что всех пользователей, кто был ранее авторизован с 1.688, повыбрасывало, исходя из того, что они просто включили отслеживание по IP. Вот, поэтому нет никакой трагедии, не нужно переживать, что вот вы сейчас что-то не найдете. Я взаимодействую с Alibaba больше пяти лет, могу так сказать, что фидбэк положительный. Все товары, которые мне нужны были, я находил на Alibaba, на Aliexpress, Shane, Shane чаще всего я предлагаю рассматривать, если кто-то хочет там взаимодействовать по фэшн-индустрии, то есть там купальнички, нижнее белье, просто топовое качество. И следующий вопрос, а почему мы должны рассматривать эти маркетплейсы, если там капец какие цены? Вот, объясняю, то есть нам вообще не важно, какая цена, указано, что на Shane, что на Aliexpress, ну на Alibaba чаще всего плюс-минус корректные стоимости указаны, но вы учитывайте тот факт, что мы взаимодействуем напрямую с предприятием. Наша задача найти референс, мне не важно, какие магазины у них через социальные сети, и многие, кто везде опт, везде опт, мы ищем референс, и не важно, получается, да, где мы нашли и какая цена, потому что нашли фабрику, проговорили условия производства или поставки уже готовой продукции под нас и согласовываем только логистику, и от этого отталкиваемся, потому что, если посмотреть на истоки этой всей истории, то что Alibaba Group, что Aliexpress, что 1688, это компания, холдинг компании Taobao, она тоже представлена здесь, наверное, знакома по розничным закупкам, может, кто-то там взаимодействовал, да, это единый холдинг, то есть, по факту они создали специально платформу 1688, чтобы китайзычное население пользовалось и заказывало, если пользуетесь Alibaba, это международка Америка, Европа, Россия, но все лезут на 1688, а сейчас он просто всех выбрасывает, поэтому акцентируем внимание на топчиках, и при этом вы можете пользоваться еще и поисковиком русским, да, то есть, вам не надо там что-то переводить на китайский. Я пытался взаимодействовать, вот как рассказывают, введите запрос, переведите его на китайский, заведите на 1688. Я скажу так, если говорим про уникальный продукт, с которым можно выходить на маркетплейсы, вообще, вообще, то есть, вот на иероглифах вы никогда не найдете этот товар, то есть, вам очень тяжело как-то описать ключевые триггерные слова, по которым сможете найти свой продукт. Поэтому, можно следующий слайд, мило, вот, и здесь также будет все развернуто написано, да, критерии, когда после эфира вам что-то нужно будет уяснить, вы можете умело взять презентацию и ознакомиться с ней еще раз, вот, но, ко всему прочему, вот, все, что я озвучил ранее, Alibaba, Aliexpress, может, кто-то по старинке пользуется 1688, если кто-то любит дискомфорт, пожалуйста, вот, но я шагнул вперед, когда год назад мы создали, в общем, значит, закрытый канал в Телеграме, где собираем каталоги, каталоги продукции. Я работаю с фабрикой, меня устраивает ее продукт, мы довольны сроками, качеством, мы создаем, соответственно, каталожную продукцию, где, в принципе, взаимодействие выстраивается следующим образом, вы попадаете в этот канал, вот, начинаете накапливаться по категориям, которые вам интересны, не нужно смотреть все, там каталогов свыше 300, это менее чем за полгода было собрано, все конференции, все выставки, наши специалисты пылесосят, собираем, сам высок, публикуем, в каких-то каталогах есть цены, в каких-то нет цен, поэтому вы должны просто уяснить одну простую вещь, то, что бывают такие, знаете, спорные ситуации, когда к нам приходит поставщик, и он такой, блин, мы нашли вот сейчас за 10 юаней товара, вы нам предлагаете за 12, как так? Вот, я говорю, присылайте там, где вы его нашли, и что вы вообще по итогу хотите. Вот, следующее, как это все устроено в Китае? Если мы заходим на площадку оптовой закупки, мы можем увидеть 50 объявлений, но вы поймите одну простую вещь, то, что из 50 объявлений там ключевиками, фабриками являются только 2-3. Все остальное это дистрибьюторы, перекупы и т.д. и т.п. Нам они в корне неинтересны, и, соответственно, чтобы понять, что это фейковое объявление будет кликабельно, люди будут переходить, но ты только начинаешь с ним связываться и получаешь ряд возражений. Ой, извините, у нас цена уже не 10, а 12, потому что так-то, так-то, так-то они начинают объясняться, они начинают ставить условия, они начинают ставить условия, то есть, если мы хотим взаимодействовать с Китаем и готовы закупить партию, но при этом готовы подождать, они нам уступят по цене, ну там пол юаня, но к 10 мы точно не приблизимся, и такие триггерные точки говорят только об одном, оптовые площадки в Китае, они взаимодействуют, как и маркетплейсы у нас, то есть, да, мы должны затригерить клиента, он зашел, вроде посмотрел, товар тот, что нам нужно, наверное, я тут и буду брать, но если мы начинаем связываться прямо по ссылке, то вероятность того, что там будет не фабрика, а просто какой-то посредник, в 70% это так, если вы приходите там с точечным запросом, я хочу этот товар и точка, вот, тогда в этом случае мы как бы помогаем вам совершить сделку, но как бы мы говорим, что тогда вы берете все риски на себя, вы готовы там двигаться на условиях фабрики, нет никакой гарантии, что следующая поставка будет у вас коррегулироваться по цене. Мила, можно следующий слайд? Да, есть еще такая площадка в Китае, gd.com, это know-how, грубо говоря, стартап, когда-то был стартап, но это одна из сильнейших компаний сейчас, вообще в Поднебесной, на которую стоит тоже приводить, она идет на китайском резону еще в конце, одну социальную сеть, в которой можно отслеживать какие-то новинки, разборки, распаковки продукции, где можно что-то подглядеть. Вот, gd.com, почему я за нее хотел сказать пару слов. Все знаете такую распродажу «Черная пятница 11.11». В 22-м году, которая была последняя ярмарка, в Китае очень популярно, когда стримеры продают продукцию оптом, нанимают стримеров, которые ведут трансляции, показывают продукт, распаковку, кто-то что-то ломает, кто-то просто пользуется продуктом. Так вот, чтобы вы понимали, за одни сутки девушка-стример из Китая распродала продукции на оптовые заказы на 3 миллиарда юаней. Офигеть! Ребята, это потрясающе! Это просто вот, это unreal, понимаете, вот насколько это все круто. И всем советую, перейдите на эту площадку, даже если вы там ничего покупать не будете, все равно посмотрите хотя бы, как она выглядит. Вот очень интересно. Она составляет огромную конкуренцию сейчас популярным площадкам, как Alibaba, так и 1688, но это потусторонняя площадка, она не принадлежит к холдингу Taobao, то есть у них есть другие там свои инвестора и в принципе потенциал огромный. И берут эти все площадки, что Alibaba, что GED, что AliExpress тем, что у вас появляется выбор не только по поиску, там по картинкам, вы листаете, что-то ищете, вы через один час, вы устали, вы уже начинаете оптовые сайты смотреть как TikTok. Ну вот, задача не в этом состоит, конечно, у вас, поэтому эти площадки, они подготовили для вас, когда вот вы находитесь на этапе выбора, поиска каталоги самой актуальной продукции. То есть Alibaba вообще проводит еще и прямые эфиры, когда там продавцы показывают, как пользуются продукцией, когда вы можете пользоваться. Денис, скажи, пожалуйста, вот это JD.com, это платформа оптовая, как Alibaba, либо это как Aliexpress идет, розничная платформа? Нет, она предназначена для оптовых продаж. Она предназначена для оптовых продаж, но... Это круто. Да, наша задача найти референс, потому что в любом случае, что там, что там, есть игроки, которые платят за маркетинг своих магазинов, за рекламу, за продвижение своей продукции, то есть здесь мы не говорим, что мы как на американском рынке купили за 50 долларов, продаем за 300 баксов. У нас такого нет, то есть мы не можем как бы себе роскошь такую позволить, приходится просто убирать лишние взаимодействия с теми, где может быть различная кастомизация, да, косты убираем. Вот, и еще момент, адрес 1688, то что он не позволяет сейчас заходить из России, да, и ребята с нами делятся впечатлениями, что необходимо регистрироваться на таких площадках, как 1688.ru. Нету такого сайта. То есть креаторы там из России просто взяли, упаковали плюс-минус что-то похожее, вы заходите на .ру, а у официальных сайтов не должно быть такой приставки, и у вас появляется вопрос, а что мне тут собственно делать? Вы уже сделали, в первых, у вас произошел слив базы контакты, и то есть я не знаю, насколько вообще будет целесообразно совершать закупки на таких платформах и кто за ними стоит. То есть это малоизвестные какие-то платформы, которые предоставляются, их все больше с каждым днем появляются, потому что все хотят попытаться снова зайти на 1688. Но у нас вот команда специалистов, которая взаимодействует с рядом китайских площадок и находится на территории России, их вообще приходится авторизовывать там в сутки, но может выбросить раз 30. Вот, их приходится подключать, если там нужно забрать контактную информацию, где находится фабрика, да, взять контактные номера. Вот, можно на следующий слайд переключаться, тут я, в принципе, все осветил, да. Потом поотвечай, что вопросы, какие девчонки задавали тебе вопросы там в чат? На Alibaba я ответил, то, чтобы был опт. У меня только 4 вопросика, правильно? 2, 2. Ну да, какие не ответил, там, поотвечай потом. Ну, не сейчас. Ну да, да, я сейчас, в принципе, в ходе эфира-то и освещаю эту всю историю, поэтому, я думаю, вопросы отпадут сами с собой. Вот. Дальше. При работе с Китаем на что нужно обратить внимание? Это дорогой воздух из Китая, вес, актуальность, уникальность и назначение товара. Сейчас все по полочкам разберу, кратенько, чтобы была картинка общая. Дорогой воздух из Китая. Это из разряда тех ребят, которые нашли сервис-аналитики, определили, что они уже будут продавать, возможно, мебель, возможно, какие-то косметические ящики, которые, в принципе, не являются компактными. Да, то есть вот мы берем косметичку, мы можем ее привезти, она в закупке вообще копейки стоит, но исходя из того, что внутри этой косметички мы ничего не кладем, не везем, она просто занимает объем. И, соответственно, мы занимаем, чем больше места в контейнере, тем больше приходится у нас платить за логистику. Это не есть хорошо. И здесь есть ряд уже решений со стороны Китая. Китайцы точно так же заинтересованы, чтобы мы совершали закупки и как можно чаще, и как можно больше. И, соответственно, их задача – это создать сборный уникальный продукт. И поэтому, если потом после эфира вы уже зайдете в канал China OK в Телеграме, мы показываем, как обычное решение, контейнер для обуви – это громоздкое сооружение. Да, оно может прийти разобранное, но в приоритете есть какие-то позиции, которые даже неразборные, и человек их хочет привезти. Так вот, не старайтесь быть, не знаю, там, альтруистом. Это очень круто, наверное, закупить продукт и продавать его за свой счет, но если мы делаем бизнес, то вы, в принципе, должны зарабатывать для начала. Поэтому, если мы говорим про контейнер для обуви, для одежды, для косметики, в Китае очень много сейчас вариаций появилось, когда они предоставляют мобильные образцы той или иной продукции. Абсолютно. Электроника, гаджеты, не знаю, там, даже смартфоны, там, наушники, все складное пытаются делать. Мебель и различная атрибутика для дома тоже идет в складных форматах, там, сушилки для одежды. Все они стараются сделать так, чтобы по объему занимало минимальное пространство и по весу они подбирают высокопрочный материал, но при этом легкий. Вот, поэтому здесь идет речь про это однозначно. Также можно поговорить про вес товара и как он определяет итоговую стоимость. То есть мы можем найти с вами какие-то элементы для отдыха. Складной стул, столик, палатки, это же все популярно. Но следующая мысль, какая возникает, то, что этот товар действительно просто, он весит дофига. Вот, и учитывая даже средний коэффициент, там, 4-5 долларов за килограмм, вот, если ваш продукт там весит свыше одного килограмма, то это огромные косты. Это будет сказываться на стоимости реализации. И ладно бы, если мы везли с вами целый контейнер, это одна история, но если мы везем с вами сборный груз, то мы не можем себе это позволить, и конкурировать у нас вряд ли получится с теми ребятами, которые именно эту продукцию везут большими объемами. Да, то есть, например, там, детские кроватки, колясочки, очень крутые фабрики есть, но если у вас нет встой инвестиции, если вам не с кем там организовать партнерство, сотрудничество, то, вероятнее всего, конечно, будет тяжело это все завести именно с сборным грузом по отдельности, по чуть-чуть, чтобы попробовать. Вот, дальше актуальность на ВБ и его уникальность. Про это я уже рассказывал также в Инстаграм, что все-таки мы должны быть в моменте, да, в январе не продаем ласты для купания, летом не продаем санки, вот, но при этом, если переиграть эту всю историю и летом закупить какие-то к Новому году товары, то это будет выгодно, но это уже ребята, опять же, у которых есть опыт, у которых есть бюджет, и они могут себе позволить это оставить на складе, а уже к сезону начать продажи. Здесь это выигрышная история. Все остальное должно быть в моменте. Сделали заказ, получили его, и мы понимаем, что вот после того, когда вы совершили оплату заказа, спустя месяц вы уже готовы выйти на маркетплейсы. Вот, если этот товар попадает под актуальный спрос, вы молодец, то есть вы не бежите там покупать рюкзаки к первому сентября в августе, но это же фатальная ошибка, да, рюкзачки начинают там с середины июня заказывать, чтобы все подготовить, раскачаться и зайти в эту категорию. Зонты, рюкзаки и т.д. и т.п. Ну вот, ну и уникальность товара, это первое, опять же, на что будем обращать внимание вообще при выборе позиций, когда начинаем взаимодействовать с нашими клиентами, то чаще всего нам приходит запрос, а мы говорим, а вот в Китае по текущей позиции есть такие-таки предложения, они более актуальные, более современные, вот 23-го года продукт, можно его рассмотреть еще, и все, и в принципе мы понимаем, что этот продукт реально крутой. Можно следующий слайд, опять же, здесь будет расписано, да, и следующий слайд, да. Да, как покупаем товар? Есть в Китае два варианта взаимодействия. Во-первых, работать напрямую с фабрикой, про что я говорю, позиционирую и предлагаю только таким образом устраивать взаимодействие с Китаем. И есть еще оптовые рынки в Китае, которые после коронавируса, их стало намного меньше, их качество резко упало, потому что людям нужно было переходить в онлайн. И, соответственно, здесь остается единственная задача сконцентрировать внимание свое на том, что у нас фабричное производство, мы имеем высокое качество продукции, и чаще всего, если мы взаимодействуем с фабрикой, у нее есть международная сертификация, стандарты качества, что нельзя сказать про продукты, которые мы купим на оптовом рынке. Там непонятно, в каком подвале это было куплено. И по опыту мы отказались от взаимодействия софтовых рынков до того момента, пока человек сам, ну это старые закалки обычно люди, когда они прямо настаивают там что-то найти, какой-то поиск произвести и привезти это из Китая. Все остальное только фабрики, потому что товар привезли, товар начинает заканчиваться. Что делать? На рынок бежать? Некорректно. Если товар заканчивается, мы работаем с фабрикой, мы составляем акт о том, что нам нужно столько-то столько-то товара, какие сроки, мы готовим товар к отгрузке и отправляем его сразу в Россию, то есть там издержки по срокам минимальные. Поэтому приоритет, конечно, фабрики в Китае сейчас number one, и при этом они еще дают уникальную возможность ребятам, которые могут закупить товар в хорошем объеме и работать на протяжении года, они могут в принципе законтрактоваться с предприятием, что именно ваш продукт будут изготавливать только под вас. То есть с таким же запросом, если кто-то обратится, всех клиентов будут перенаправлять на вас как партнера. Партнера компании, партнера фабрики, с которым вы можете коммуницировать. Вот. Мила, пожалуйста, следующий слайдик. И следующий. Мне нужен дистанционный пульс, чтобы… Здесь опять идет описание того, что я озвучил, да. А дальше, следующий слайд. А тебя не слышно даже что-то? Милого микрофона. Да, про сертификаты, про количество возвратов по браку мы берем на себя, потому что, опять же, важно учитывать, что у фабрики может быть интересная цена, но если мы понимаем, что там количество брака запредельное и обратная связь не очень хорошая, мы просто с этой фабрикой не будем работать. Вот. Соответственно, количество сотрудников. Созваниваемся когда с предприятием перед запуском продукции, у них заявлено 50 человек, став персонал, который взаимодействует на предприятии, а мы на видео увидим там одного китайца и оптовые склады. Все. Значит, на этой фабрике мы быстренько ставим паузу, переключаемся на следующее предприятие. Вот. Это базовая история и вопрос, есть ли зависимость стоимости единицы товара от количества товара в партии. Конечно, есть, но, опять же, вы должны понимать, мы делаем с вами закупочку в тестовом формате, и, ну, мы понимаем, что если мы берем тысячу единиц, цена одна, если берем пять тысяч единиц, цена другая. Но если мы берем с вами сто единиц, а потом просим дисконт на сто пятьдесят, чаще всего ответ будет молчание. Фабрика просто проигнорит или не прочитает, пока мы это с мыслями не соберемся. Поэтому это база, это текущий реалик Китая. Дальше можно слайдик? Да, проверка фабрики. То есть часто приезжаем на производство, если мы готовим продукт, там партия, не знаю, тысяча-две тысячи товарных единиц, мы хотим убедиться, что все окей. Есть ряд селлеров, которые, ну, или предприниматели, которые вообще, в принципе, уже имеют опыт работы с Китаем, и они понимают, как все устроено, они не накручивают себя. А есть ребята, которые очень сильно переживают, даже заказав там триста единиц сумочек, и они думают, блин, что с ними не так. Так вот, есть опять ряд возможностей при взаимодействии с Китаем, это провести инспекцию фабрики, это когда выезжает специалист компании, ходит по предприятию, смотрит готовую продукцию, смотрит, какая упаковка выявляет брак, если такое имеется, но в 22-м году количество брака значительно сократилось, потому что у Китая появились конкуренты, это Турция, это Киргизия, Казахстан, куда растеклись предприниматели из России, и, соответственно, чтобы не терять свои преимущества в работе с российским рынком, они добавили такую возможность, перед отправкой они ставят своих специалистов, там 3-5 человек, которые тестово проверяют продукцию, которую они изготовили, и после чего только упаковывают ее к отправке на наш склад. Вот, Милая, если можно, следующий слайдик. Я надеюсь, ребят, информации не слишком много, и для меня это просто все абстрактно, все понятно, но если нормально, то нормально. Вот, да, это всегда первый этап, они идут подготовительные, я стараюсь дать максимальную пользу, чтобы дальше уже было четкое понимание, и не нужно было возвращаться к этим истокам, да, и спокойно заниматься поиском, расчетами юнит-экономики, и от этого отталкиваться дальше. Вот, контроль продукции, да, я рассказал 4, 2 этапа, я рассказал, что есть полная фиксация, фото-видео фиксация с нашим специалистом. Можно сделать выборочную проверку товара на нашем складе, это когда мы не отправляем специалиста, а при приемке его проверяем, и на автоматике, когда товар приходит на склад, мы его частично проверяем, то есть вы должны понимать, заказали мы там с вами партию наушников, 1000 единиц, и вы должны понимать, что наушники, да, по технологии своей, они должны быть в запаянной упаковке, вот, и как бы с точки зрения маркетинга сказать, что я там перепроверю 30% товара, это очень круто, но если я вам вскрою 30% наушников из упаковки, то это будет не прикольно для вас, потому что человек, покупающий товар на маркетплейсах, я думаю, он не обрадуется, когда он получит товар уже вскрытый до него, да, и поэтому здесь только опираемся на цифры, на аналитику, на статистику предприятий, какой у них средний коэффициент брака, обратная связь от различных предпринимателей из разных стран, и уже из этого мы руководствуемся с кем начать взаимодействовать, поэтому выбор электроники, гаджетов подразумевает то, что предприятия часто дают гарантии на товары, если это дорогостоящая продукция, там, от полутора тысяч рублей, то там это все прилагается к товару, вот, то есть они сертифицированы, они уверены в своей продукции, поэтому они дают такие условия, вот, поэтому это база. Что-то хотел сказать, но забыл. Давай, милая, тогда следующий слайд, вот, да, контроль продукции и следующий слайд тоже, это для тех, кто уже будет ознакомливаться с информацией, собственно, ручно, чтобы было четко и ясное понимание, что дальше происходит с упаковкой и подготовкой к отправке. Также все зависит от категории товара, от объема партии, как мы его можем упаковать, то есть будет ли это обрешетка, если это хрупкий товар, электроника, если это объемный товар, как его минимизировать, да, то есть этими вопросами занимаются логисты нашей компании, чтобы по итогу мы могли дать вам окончательный расчет. Цена за доставку, цена за товар, итоговая стоимость в Москве или с перебросом в другой город. Подбор оптимальной упаковки, есть обрешетка, картонные уголки, мешки, скотч, все по-разному, где-то пузырчатая пленка добавляется для того, чтобы груз точно доехал в целости и сохранности. Вот, и есть такая возможность, если мы говорим про фэшн индустрию, если мы начинаем рассматривать такую категорию товаров, там, купальники, купальники мы можем завакуумировать, это маленький объем, небольшой вес, в принципе, доставка приятная. Но если мы говорим про пижамы, у которых есть индивидуальная упаковка, вкладыши, красивые пакеты, мы их, в принципе, если завакуумируем, то мы будем некорректно проявим свои навыки, да, логистические, поэтому здесь мы можем предложить только вакуумирование, когда товар складывается ровненько и слегка, да, мы его прессуем, тогда уплотнение товаров незначительно происходит, но объем мы снижаем. Вот, и еще есть обратная сторона медали, если мы везем там с вами, не знаю, пуховики, жилетки различные, да, дутые, соответственно, если мы их перестараемся и сильно завакуумируем, то они могут там повзрываться, лопнуть, да. Был такой случай, когда ребята отправили продукцию и они были уже подготовлены товары все в зип-лог-пакетах запакованы, и до меня просто доходит такая идея, то, что на складе все быстро запакуют, они там ничего не задумываются, а я позвонил и говорю, ребят, вы как бы когда упаковывать начнете, вы не забудьте эти пакеты приоткрыть, они повзрываются, потому что когда мы будем их прессовать, вот, и до них дошло то, что они чуть там, ну, не разрывали продукцию, поэтому здесь тоже важно учитывать, какой товар, и на этапе заявки формирования мы уже понимаем, какая у вас будет упаковка, какая будет защитная составляющая груза, поэтому вы этими вопросами не, как бы, не руководите, да, у вас уже готовое решение под ключ. следующий слайд можно и следующий слайд, Мил, это опять с описанием способы и сроки поставки груза, вот, смотрите, ребят, получается, на сегодняшний день самый распространенный способ доставки это авто, авто есть быстрое, есть медленное, в среднем быстрое авто доходит 14-18 дней, медленное доходит 30-35 дней, вот, и нужно закладывать еще такой срок, это логистика по Китаю, то есть фабрика может быть находится в отдаленности от нашего склада, то есть там может потребоваться всегда по-разному, бывает у кого-то один, у кого-то два, у кого-то три дня занимает срок поставки именно по Китаю, и, соответственно, вот, там, в круг, в три недели, грубо говоря, товар после заказа приходит в Россию, вы уже там определяете, на какой склад отгрузить, куда отправить, есть такой способ ЖД поставки, но это, опять же, про громоздкий, тяжелый, объемный товар, который нужно завести в большом количестве, целесообразно отправить по ЖД, например, заказать в августе новогодние елки, да, то есть это целесообразно отправить по ЖД, есть авиадоставка, дорогая, это чаще всего под электронику, чаще всего офлайн-бизнес или какие-то экстренные ситуации, когда хотим запустить продукт на большую партию, и нужно просто согласовать все нюансы и убедиться в качестве, затестить там, ну вот, других вариантов не остается, тогда отправляется этот груз авиа, авиа идет 8-12 дней, это не потому, что так Китай далеко, это потому, что авиа идет в Казахстан, а из Казахстана все равно товар заходит в Россию на авто, поэтому это стоит учитывать, вот, и что стоит отметить, то, что в конечном предложении, когда мы даем вам расчеты, идет учет страхования груза в среднем 3-5 процентов, в зависимости от объема, от категории товара, и, в принципе, вы должны знать еще такой момент, если нет обрешетки, товар не подлежит страхованию, вот, поэтому если вы возите товар или планируете возить его без обрешетки, то там без страховочки все будет, вот, и давайте, наверное, следующий слайд, который будет уже подытоживающим, это такой мемчик, допустил ошибку на любом этапе, и твой бизнес быстренько не придет в себя, поэтому старайтесь все перепроверять, при построении постановки задания или когда вы начинаете коммуницировать с нашей компанией, четко прописывайте все, что вы хотите получить в итоге, и не нужно думать, что если вы скидываете там картинку какого-то объявления, и там показано, что можно нанести лого, и вы захотели нанести лого, а я, например, спрошу у вас, а где там дизайн карточки, а вы просто буквами напишите, это не будет принято к разработке, потому что все, что нужно дополнить, оно должно приходить в макетах дизайна, в исходниках, чтобы на предприятии, я понимал, к этому слайду никто не прикоснется, вы как направили эскизы, по ним все будет изготовлено точь в точь, поэтому если мы говорим про производственную часть, у нас строгий отбор, куча вопросов, вы отвечаете, все прописываете, согласно этому ТЗ начинаем изготавливать. Если мы согласно ТЗ где-то допустили ошибку, ну, вероятно всего, фабрика, то мы можем эти все моменты согласовать, чтобы они там это все, так сказать, решили, да, то есть нет такого, что там заказали черное, приехало розовое, и все, нет, мы являемся гарантом того, что наша сделка остается под контролем компании, и мы несем и финансовую ответственность, и касаемо того, что производим, поэтому фабрики в Китае, когда с нами начинают взаимодействовать, мы от лица китайской компании заключаем контракты, и мы знаем, что они обязаны это исполнить, или полная компенсация денежных средств. Вот, и можно следующий слайд. Да, это 4 шага по заказу товара, что можно подытожить весь наш эфир к тому, что вы должны определиться для себя с категорией, неважно даже, какой именно товар, чаще всего человеку даже не достает информации, о какую категорию выбрать, потому что перед вами весь рынок. Вот, дальше, конечно, если нету идей, или требуется подсказка, помощь, совет специалиста, то вы можете обратиться, конечно, оставив заявочку нашим менеджерам или лично со мной пообщаться, когда мы можем с вами определить категорию товара и сузить круг до 3-5 позиций, которые стоит рассмотреть, после чего мы уже понимаем, сколько эта продукция должна стоить на выходе в Москве, в Россию, вот, и, соответственно, чтобы мы понимали, какая у нас должна быть логистика и закупочная стоимость. И вы готовьтесь к тому, что из 5 запросов в Китай, ну, 3 запроса проходят по цене, 2 отлетают, потому что кто-то уже занимает эту позицию, привлекая инвестиции, привлекая большие объемы денежных средств, и с ними становится тяжеловато конкурировать. Вот, а бывает такое, что человек зацикливается на своем продукте, не находит чего-то нового, и его просто выбрасывают с рынка, потому что его продукт уже неактуальный, да, он там, 19-го года наушники продает, а ты 23-го года привез, конечно, ты его можешь выносить просто грамотно, масштабируясь, вот, дальше присылаете информацию о товаре специалистам, собственно, указывая подробности в ТЗ, и по факту итоговое предложение ценовое вы получаете с учетом логистики, себестоимости продукции и от объема поставки, от качества, от качества, ой, от количества закупок будет зависеть, в принципе, коэффициент компании. В целом, да, если мы с вами часто работаем, то вы получаете максимально выгодное предложение в круг на текущий момент от компании ChinaOK. То есть, в принципе, следующий слайд будет подытоживающий, да, что мы можем получить в итоге. Следующий слайд. Ну, это e-ком конференция уже совсем завтра, вот, послезавтра. Наши контакты – это основной канал Telegram, как связаться, Instagram ChinaOK, мой Instagram, то есть для связи, а также тот, кто досидел героиственно сегодня до конца или досмотрит этот эфир, сделаем бонус, сделаем ссылочку. Все досидели, все, кто зашел, с самого начала все досидели, потому что это все люди, которые осознанно подходят к своему бизнесу, оплатили наставничество для того, чтобы правильно зайти на маркетплейсы. Здесь, Денис, ты не случайно, здесь ты именно для того, чтобы помочь моим ребятам закупить товар правильно, без косяков. Супер, супер. Вот. Или просто функция выхода была отключена. Да, для того, чтобы не было такого, вот, я на Алибабе очень много лет закупала иголки, конюли, и да, мне повезло в каком-то плане, да, что я сразу же, ну, я как-то умею находить поставщиков, я сразу же нашла производителя, я сразу же вышла туда, мне помогли с карго, у меня не было тогда агентов, и я сама кучу ошибок допускала, вплоть до того, что у меня 10 тысяч иголок прямо перед самой выставкой зависли на таможне, их не отдавали, потому что у меня не было регистрационного удостоверения медицинского на него, естественно, его не будет, потому что это просто мизо-иголки были, и мы просто назад все отправляли, и нам заново высылали просто в разных коробках, там, четырьмя партиями эти 10 тысяч иголок, вот. Чтобы у вас не было таких косяков, общайтесь через Дениса, он грамотный парень, я все контакты сброшу, продублирую в наш закрытый чат. Хорошо, хорошо, супер. Я надеюсь, осветил максимально необходимую информацию для принятия решения, чтобы было все четенько по полочкам, вот. И, в принципе, еще вот, кстати, нас что ждет в апреле, будет анонс. Я еще не знаю точно, может, и я буду присутствовать, собственно, на самой выставке кантонской в Китае. Это когда собираются лучшие предприятия Китая и демонстрируют новинки. Просто, если два года назад, три года назад, когда ковид всех в Китае скосил, то было интересно последить за этими мероприятиями. А сейчас случилась такая история, то, что я нахожусь вдали от промышленного центра Гуанчжоу в Таиланд, да, но, тем не менее, это все онлайн стекает. То есть мне предприятия, уже с которыми мы взаимодействовали, они такие, Денис, мы готовимся к выставке. У нас вот появилась новиночка, посмотрите. Может, кого-то заинтересует, мы готовы обсудить варианты взаимодействия сотрудничества. И вопрос, а стоит ли туда лететь, как это сделали уже, ну, очень популярная тема была, я полечу в Китай, сделаю визу. Хотя я понимаю, что у меня все инструменты отлажены как на территории Китая команда работает, так на территории России команда работает, и это все онлайн обрабатывается. И мы уже даже сейчас в основном канале делаем публикации товаров, которые будут демонстрироваться на выставках. Мы даже ряд из них уже подготовили к закупке, поэтому... То есть мы идем на опережение. Все ждут ярмарку, а мы уже до этой ярмарки... Денис, у меня девчонки, вот есть у нас девочка, которая здесь присутствует, Снежана ее зовут. У нас, значит, секс-игрушки, нам очень интересна эта тема, плюс я ее и просчитывала по юнит-экономике, она очень достаточно прибыльная, нас интересует ниша кухня, естественно, нижнее белье, носки. Вот по носкам и даже к тебе вот в ближайшие два дня обратится мой контрагент, который у меня по услуге товар под ключ. Его не устраивает качество российских носок, он хочет китайские закупить. Вот, поэтому к тебе Александр обратится. Вот, и Снежана тоже сразу же добавляйся, потому что те ниши, которые выбрала ты в домашнем задании, это в основном будет Китай. Ну, кроме нижнего белья, трусы я тебе и в России могу найти, могу дать контакты, но носочки лучше в Китае брать, потому что они действительно там, скорее всего, будут дешевле. Давай поступим следующим образом. Милая, я сейчас прикреплю ссылочку на каталоги. Вот. Давай, вот, начальник Кейт, помнишь, ты меня добавлял там классно в эти каталоги, все понятно. Я просто сразу же это сброшу прямо сейчас в чат. Сбрось прямо в чат, ты же можешь в чат это сбросить. Девчонки сразу же перейдут, а я это продублирую в наши закрытые группы для участников наставничества по маркетплейсам. Продублируют, да, еще все твои контакты, чтобы вы уже вели переговоры. Ну, естественно, в рамках будет домашнего задания у нас потом, потому что мы как раз-таки сейчас уже мы научились делать аналитику, да, мы сейчас будем учиться считать юнит-экономику, Денис. То есть не рассчитывая, что девчонки вот из группы, которая сейчас из наставничества, вот прямо завтра тебе что-то купят. Нет. У нас будет домашнее задание, мы в рамках этого домашнего задания будем учиться сравнивать цены, считать юнит-экономику, считать финансовую модель. То есть в пределах недели-две у нас будут уже заказы. Там они будут небольшие, эти первые заказы, но они будут в любом случае. А Александр, которого я тебе передала, у него там закупы на миллионы, у него эти носки и трусы. Вот, короче, так дела. Девочки, переходите по ссылке, сохраняйте, пожалуйста, вот этот телеграм-канал, он очень крутой, там супер все понятно. Я заходила на этот телеграм, там 300 вот этих каталогов, там просто есть все, там просто Alibaba в телеграме, вот реально. Поэтому, да, переходите, подписывайтесь, это бесплатно, и общайтесь с Денисом уже напрямую. Если у вас будут какие-то вопросы, вы можете проконсультироваться. Вот телеграм-чайна-окей, вот закрытый. Телеграм в закрытом телеграме как раз-таки у нас каталоги, ну то, что я говорю. И чайна-окей – это новостной канал. Да, а для Снежан, получается, там у нее прям спецпредложение. У нас, если пролистать канал с каталогами, там вот в декабре, в декабре я делала публикацию, два каталога для товаров 18+. То есть там даже есть пометки, если обратить внимание на то, что новинки, да, то есть это не маркетинг, это новые позиции от фабрики, которые помечены о том, что они подготавливаются к отгрузкам, к производству. Поэтому я точно так же понимаю вас, то, что нужна будет юнит-экономика. И на этом этапе, если какие-то вопросы возникают, то их надо сразу проговаривать, чтобы было четкое понимание, что проходим по цене, не проходим по цене, и дальше отталкиваться. В каких-то каталогах есть цена, но, опять же, то есть вы поймите, фабрика с точки зрения маркетинга, когда присылают мне дубликаты продукции, что они могут производить, они сейчас перестали указывать прайс. Есть фабрики по старым форматам, там есть прайс. А вот в новых каталогах чаще всего идет очень крутая демонстрация, там просто визуал взрывной. Но цены, как правило, они говорят, запросить на фабрики под ваше количество, под ваш бюджет мы сделаем ценовое предложение. А вот по секс-игрушкам там есть, но там нужно просто провести корректировку цен, потому что курс доллара, курс юаня, он все-таки изменился в сравнении с тем, что было в декабре даже. Соответственно, опираемся на это, и в принципе можно начинать работать, готовиться, знакомиться. Если еще о тебе, скажи, какая ниша, вот сейчас у тебя прям очень-очень много закупок, по какой нише, куда бы сунуться, куда идут все деньги? Одну-две расскажи. Я бы обратил внимание на такую категорию, как товары для уюта, создающие комфорт дома. Люди, в принципе, делают быстрые шаги с такими продуктами. Упоры единственное нужно делать на уникальность. То есть на протяжении более чем трех месяцев я работаю с одним предпринимателем. Мы нашли с ним продукт. На сегодняшний день их там представлено на Marketplace всего 4 или 5 предложений. То есть он там просто разносит всех. То есть здесь люди хотят добавлять уюта, но опять же, чтобы в тему. Вы, может, видели, там, не знаю, аналитику, может, кто-то это публично рассказывал, как полюбили все космонавтов, ночников, ночники-космонавты, которые там всякие узорчики на стены делают. Так это был такой один публичный прострел товара. И после этого я обратил внимание на то, что все, что связано с домом и точки входа там, в принципе, доступны. Но уникальность просто зашкаливает. И это получается отслеживать по товарам, которые, так как я в Азии, я это вижу. И в Азии эти товары, они только в Китае появились, они уже здесь есть. Вот, и я смотрю, как люди на это реагируют. И прямо видно, что они из каких-то продуктов пользуются спросом. И вот все, что связано с таким... Космонавты, да? Получается, космонавтики, потому что для домашнего уюта с космонавтами связано. Космонавт, вот смотри, как я говорю, если ты услышал, что где-то там какой-то тренд, то ты уже не в тренде. Все, забудь. Ты уже последствия тренда. Поэтому мне очень нравится найти какой-то уникальный продукт. Это не говорит о том, что мы с вами сейчас ракеты будем продавать. Мы говорим о том, что если пользуются спросом космонавты, то мы найдем аналоговую какую-то модель, но форма-фактор будет другой. Функция у нее точно такая же, но она прям вообще крутая. Ну вот. Это как, знаете, нашел товар уникальный в Таиланде. Есть перкуссионный массажер. И все привыкли его видеть в боте пистолетика. А я нашел этот массажер, и он не представлен в Китае. Я еще до сих пор ищу фабрику. Он представлен в виде котика. И функция котика, типа он пальцем делает массаж. И там тысячи насадок предполагаются. И этот продукт, ну почти 100 баксов стоит здесь. Я не могу пока фабрику найти. Но это просто ноу-хау. Перкуссионные массажеры, они как бы пользуются спросом. Но если у тебя в Котик... На сайтах, на вот это gd.com, на алибабе не смотрел. Может, там есть? Ну вот, я со своим бэкграундом, я говорю, я на протяжении третьего дня не могу найти фабрику. Офигеть. То есть она реально где-то или перепроизводится, или у них может быть какой-то контракт, но это просто взрыв. Я когда увидел этот продукт, но он меня просто превозвысил. Судоражил, да? Конечно, такого нету. Все устали от этих черных обычных спортивных массажеров. А Котик, это пушка. Так, Денис, давай, наверное, уже заканчивать. Все утомились, я тоже, если честно, уже устала. Очень много информации. Спасибо, ты суперполезный чувак. Пусть твои будут на сайт работать. И я надеюсь, что девчонки тоже найдут в тебе какую-то помощь и какую-то поддержку, что ты поможешь им реализовать их мечты и дашь возможность им закупиться дешево, чтобы они продали дорого на российских маркетплейсах. Хорошо, хорошо. Спасибо большое за эфир. Ну, мы тогда заканчиваем. Надеюсь, все понятно. Я эфир сохраню. Если ты захочешь, Денис, я тебе тоже скину прямой эфир. Девчонки, и вам скину. Давай, давай. Все, спасибо большое. Вам хорошего вечера. Всего доброго. До свидания. Пока-пока. Поехали.